у меня очень есть шикарный пример меня было знакомы из канады уже много лет назад у него университетское образование это самое питерское он оказался в канаде просто однажды вышел из дома своем этом монреале у него из всех документов были только водительские права и смотрите он спокойно пересек эту границу сша и до ехала пока пальмы не не начались ему сказали что это флорида и он там значит ему он там тут же нашел работу он там подчинял примусы телевизоры и так далее и от него море было он сказал 200 что ли метров океан так называемый так вот он за два года за за два эти года такое впечатление как будто его кто-то этим самым посадил на какую-то цепь и он на практически никуда него и куда никуда не выходил я говорю ты когда последний раз был на берегу океана он гитая вот как приехал там мне недели две было интересно а потом я наплевал и игра чем-то занимался он это ты знаешь как во сне а потом он проделал обратный путь через девять лет представьте себе такое такой кульбит на 9 лет да как шоу трумана на какого на какой-то остров и он назад возвращается а там уже совсем другая обстановка там заменено население и он вместо своей высоко квалифицированной там этой самой работы получил в этом хосписи для умирающих выносить горшки и больше ничего значит из ванкумера из ванкувера моряку недавно у меня было в знакомствах казалось бы моряк по всему миру плавает а я с ним общался а его место пребывания вообще по миру настолько локальным было то есть с одной стороны вроде как бы значит безграничные возможности у людей для перемещения а когда они начинают свою жизнь анализировать по каким-то причинам он то на берег не не сошел год в китае год там ну так называемом китае вот ему говорят вот это китай значит трамгать все там дымится клубиться там вообще страшно никто из команды никто на берег не вышел да и там под другими разными соусами то только там местный гашкет местный там этот самый кабак кто-то где-то по там посетил и все и вот все знания о мире и все впечатления и все столкновение с этим миром вы сказать мы не такие мы путешествуем мы видели то видели то пятое десятое куда бы вы не путешествовали вы все привязаны к определенному гиду к определенным сопровождающим к определенной легенде которая вас сопровождает там стандартные маршруты стандартные слова вот вам ребята пизанская башня и так далее то подобное у меня значит так называемый троюродный брат я говорил в так называемом массачусетте но от него добиться вообще ничего ничего нельзя он стал там типичным американцам он не географии не истории не языка ничего не знает абсолютно и что-то от него добиться где он был что он видел у него в одноклассниках 1 1 фотография он окупается с дельфинами или он держит какую-то обезьянку на руках и люди на основании этого считают что они путешествуют по миру и что-то там где-то видят я вам рассказывал про своего одноклассника который получил значит тот самый сертификат гражданина австралия я написал ему письмо группу тебе не покажется но одноклассник мы с ним в одном этом как это доз это дом офицерского состава на пятом этаже у нас балконы с ними с ним были пять лет смежные я выпишу говорю серёга это самая вот сейчас говорят что австралии нет ты можешь мне доказать что ты в австралии живешь я немножко утрированно говорю но смысл моего письма в этом и все и тишина оттуда полнейшая когда меня нашел кунгуров пришел ко мне ко мне повалили всяческие левашовцы и в том числе так жители так называемой австралии они ничего вразумительного не могли сказать а как можно что-то вразумительное сказать если кругом запретная территория там полигон там радиация там кролики там чупакабры там значит какие-то эти самые эпидемии и так далее там пожары туда туда можно туда нельзя и так далее вы мне можете сказать что нож в старушке это в европе в старом свете не так но у нас значит это самое биатриса в германии да вот просто понаблюдайте а вы можете как бы это самое рассказать доказать что вы в какой-то отдельный вообще стране находитесь и вот было у нас вот перед этим так называемое ведунья значит ролик я в этот самый в класс поместил там съемки так называемого берлин на там воен или там 30 какого-то шестого года я ее неделю насиловал морально и физически говорил вы мой а она там в 60 или 40 километрах от би от берлина от современного так называемого а берлин это по-русски бер это медведь а лань то есть это медвежий угол или берлога или как значит в одном городе парк называется парк имени жилбера и вот там рассказывает висит какая-то мемориальная доска что какой-то жилбер есть я говорю да это жилище бера это жилище медведя не было никакого этого самого жилбера так же и берлин и вы знаете у нее дошло это все до истерики до паники и она просто просто сбежала просто сбежала когда сознание с действительностью с реальностью начинает сталкиваться у него начинается паника и опять-таки же я вам это рассказываю не для какого-то сюжета я вам хочу только показать что мы с вами находимся в образном пространстве больше нигде пространстве образов поэтому все зависит только от вас или вы будете в аллюзиях своих пребывать или вы начнете разбираться но это не значит что вы сейчас побежите и будете всем рассказывать об этом репрессии будут очень жесткие меры к вам будут приняты очень жесткие и эти все глушилки дурилки будут стрелять по вам прицельно молчат говорят этот эффект эффект манделы до 100 мандела в одном году умер а на самом деле в другом а я еще в своем там детстве смотрел фильмы эти самые но я шучу в детстве значит эффект бабочки два фильма там про то же самое то есть я например другое видел сообщение что x директор наса на каком-то частном канале высказал свое частное мнение вот а уже значит пошли передергивания а так как все в сознании то как бы вот эти все информационные паттерны они тут же как и воплощаются материализуются и уже x значит этот самый x директор наса уже превратился чуть ли не в действующего директора и чуть ли он значит уже появились сроки какие-то два месяца и так далее я этот семинар шим шука начата смотрел сегодня я кому интересно могу это сама ссылку дать вот а он там уже безапелляционно говорит директор наса два месяца инопланетяне захват и так далее и тому подобное по линейному времени я шим шуком очно виделся в 1995 году вот я перед тем как с ним встретиться значит изучил всю его подоплеку он носит эти самые погоны с синими просветами вот и он занимался в закрытым не проблемой ядерных войн здесь на на земле а фактически сбором сбором информации о всевозможных магических чудесных там это самое технологиях и для того чтобы ему эти все факты как бы люди собирали он выпустил эту самую серию книг которая называется поиска поисков чудесного это эти все книги серии выпущены для того чтобы как бы люди делились своей информацией авось кто-нибудь что-нибудь сообщить в белоруссии вот калаврат наверно знает такой же деятель да да и тот самый адамович он там в каком-то педагогическом институте там какой-то там деятель и вот он эту школу славянских чаровниц этот шлях нави книг на выпускал час там вот адамович например он как собирал информацию он просто объявлял конкурсы опишите мне рефераты вот и там начать вот эти вот малолетки у своих у своих бабушек дедушек что-то там выуживали писали рефераты присылали значит этому адамовичу и у него появилась чуть ли не это самый какой-то там славянское учение то же самое и вот шимшук еще один характерный такой деятель так называемый волк велеслав проплачены этот самый как бы сотрудник вот ему сначала дали вот эту самую кришнаицкую как бы какую-то информацию у него первая община называлась сатья веда а потом вдруг это все превратилось в это славянство и пошли под маркой волква велеслава вот эти черные книги значит там велесовы каноны всевозможные там и так далее который называется волхвом естественно у него эти знания ниоткуда они не взялись а это значит та же самая система та же самая схема то есть человеку дают что-то какие-то тетрадочки и причем в его книгах можно эти тетрадочки увидеть сканы пусть отняли у какого-то старовера что-то там какой-то кусочек где-то был да и пошли вот это там руника там и так далее и вот якобы там это самое изводы волхва велеслава я с этим сопляком виделся значит спорткомплексе олимпийском посмотрел на него а сейчас он вообще одел черную рубашку постригся на лосо значит а дел на себя череп и кости и те люди которые покупали так называемые его книги они но это все сделано для того чтобы как бы сначала человека втянуть а потом дискредитировать и вся это как бы это петрушка вся эта информация она для значит выбрасывается только для того чтобы отвлечь людей и если я вам говорю о ней это не значит что я такой вот сижу дурачок увидел по телевизору у меня потекли потекли слюни и я вам как ровня ролик этот кинул чтобы вы его захавали а вы мне в ответ что-нибудь кинули я вам его кидаю чтобы вы в контексте уроков призадумались а что происходит вот только и всего как бы вас акцентирую ваше внимание на сигналы нашей информационной системы если люди пишут что наша земля представляет собой какой-то шар какой-то осью вращения то дальше уже это самое ну можно с этими людьми не не говорить форму земли вы все прочитали в своей присяге и форма земли это пятимерная пенность каждый пузырек в этой пени есть реальность вот какая форма земли как поле событий а все эти круглые квадратные плоские это дремучие невежественные как бы это все люди